приветствую разработчики на связи киберстарс энтертеймент это четвертый урок из серии знакомства с андрил энджин 4 в котором мы продолжаем разбирать панель мод которая содержит 5 вкладок это 5 режимов редактирования и в этом уроке мы начинаем разбирать третий режим landscape это режим создания ландшафта сама вкладка landscape содержит в себе три режима разработки и мы рассмотрим менедж это создание ландшафта в этом уроке мы рассмотрим предварительные настройки ландшафта его создание и все инструменты которые включает в себя режим менедж в том числе как создавать сплайны на ландшафте например для дорог также мы рассмотрим как создавать рельеф с помощью карты высоты поехали далее идет режим создания и редактирования ландшафта сам он имеет тоже три режима создания первое это менедж здесь мы создаем или редактируем ландшафт режим скульпт это режим редактирования ландшафта где вы создаете рельеф дороги ямы горы реки и так далее paint это режим раскрашивания ландшафта в этом режиме вы разрисовываете ландшафт травой камнем песком в общем нужными для вас текстурами эти два режима в данный момент недоступны так как ландшафт еще не создан эти режимы мы будем рассматривать в последующих уроках про ландшафт и во вьюпорте уже отображается его топология его полигональная сетка из скольких сегментов он будет состоять и уровень детализации этих сегментов здесь у него стандартные настройки глобального позиционирования местонахождение угол поворота и масштаб причем масштаб не относится к его реальным размерам все что относится к его настройкам размера находится ниже section size определяет из скольких полигонов будет состоять секция видите этот ландшафт состоит из секций которые выделены такими квадратами получается 8 на 8 секций и в данный момент каждая из этих секций состоит из 63 полигонов шириной в длину зададим поменьше количество секций не уменьшилось но размер каждой секции стал меньше теперь каждая секция имеет размер 7 на 7 полигонов еще ландшафт можно увеличить потянув за его край как видите прибавляются компоненты большие квадраты далее идет секшен про компонент здесь есть только два варианта это один на один и два на два если выбрать 2 на 2 то получается каждый сектор сегмент будет разделен еще на два под сегмента и собственно в number of компонент необходимо задавать то самое количество этих сегментов как я ранее говорил по умолчанию было 8 на 8 можно сделать 3 на 5 допустим и overall resolution отображается разрешение ландшафта в полигонах который поменять так как нам захочется не получится только с шагом размера сегмента 8 1624 это то что мы выставляли в section size total компонент это общее количество сегментов в ландшафте кнопка fill world заполняет уровни максимальным количеством сегментов это 32 на 32 причем мы можем увеличить детализацию каждого из этих сегментов тем самым получим самый максимальный размер ландшафта ладно верну как было если хотите больше тоже нужно использовать лавил стриминг и подгружать другие ландшафты дополнительно материал убирается материал ландшафта обычно при работе с ландшафтом используют многослойные материалы ведь ландшафт может состоять из различных текстур и в дальнейшем благодаря нанесенному на ландшафт специально настроенного материалу в режиме paint именно paint который относится к ландшафту не путайте с paint для раскраски 3d моделей и так вот в режиме раскраски ландшафта paint разрисовывается ландшафт например текстурами травы камня или земли в нужных местах в зависимости как вам нужно тут уже получается так если необходимо увеличить ландшафт до вселенских размеров то придется затрагивать параметр scale увеличивая его масштаб то ландшафт станет больше только при условии что детализация останется прежней если приблизиться к ландшафту мы увидим что он состоит из полигонов таких квадратных сегментов и при масштабе ландшафта 100 размер одного такого квадратного полигона один квадратный метр это 100 на 100 сантиметров в длину и ширину это 100 на 100 юнитов юнит напомню равен одному сантиметру по умолчанию масштаб ландшафта 100 если установить один к одному то ландшафт станет слишком маленький и один квадратный полигон станет размером один квадратный юнит то есть один квадратный сантиметр теперь поставлю 0,1 координату z я не трогаю так как На данный момент она ничто не меняет, ну а в дальнейшем будет влиять на высоту ландшафта. Масштаб может быть установлен не только в виде целого числа, но также и дробного. Конечно, при таком масштабе сильно вырастает детализация, но в рамках ландшафта это просто бессмысленно. Лучше оставлять масштаб такой, какой он есть, значение 100. Ну а в данный момент я поставлю масштаб 10. И по координате Z, то есть по высоте, тоже установлю размер 10. Жму Create и ландшафт готов. После создания ландшафта нас сразу переносит в режим скульптинга. Установлю размер кисти 100. И при таких параметрах геометрия ландшафта будет очень плавной. Вернусь обратно в режим Manage, это режим создания ландшафта. И здесь в каждом режиме, в разделе Landscape Editor, есть свой набор инструментов. Давайте их рассмотрим. Первый. New Landscape. Создать новый ландшафт. Давайте я ему задам стандартный размер и немного опущу чуть ниже первого ландшафта. Теперь рассмотрим опцию Enable Edit Layers. Эта опция позволяет нам использовать слои в ландшафте, переключаясь между которыми, можно разделять геометрию, созданную на этом ландшафте. Давайте активируем и создадим второй ландшафт. Теперь появилась возможность переключаться между этими ландшафтами. Посмотрите, рядом расположены два ландшафта с разным масштабом. И в данный момент размер кисточки 100. Сразу заметно, что размер такой кисточки для такой топологии слишком мал. Поэтому лучше подойдет что-то побольше. И мы можем создавать ландшафт прямо сквозь другой. И так как в новом ландшафте мы отметили галочку Enable Edit Layers, в режиме Sculpt стала доступна вкладка Edit Layers. Давайте создадим еще два слоя. Правой кнопкой Create. Смотрите, сейчас мы находимся на первом слою. Давайте создадим небольшой ландшафт. Переключим второй слой. Зажимая левую мышку, создаем рельеф. И если зажать Shift, то кисточка будет вычитать ландшафт, а не прибавлять. То есть вдавливать его. И третий. Мы можем отключить слои, нажав на глазик на слое. Также заблокировать слой. И теперь возможность создавать рельеф на этом слое недоступна. И параметр α у слоя позволяет редактировать масштаб высоты. По умолчанию стоит единица. Если мы сделаем 0,3, то заметьте, геометрия этого слоя опустилась. Также мы можем указывать отрицательные значения, например, минус 1. И тогда геометрия слоя будет иметь отрицательные координаты. Давайте это слое уберем, чтобы он не мешал. И у второго слоя параметр α установим на минус 1. И у второго слоя, где была отрицательная геометрия, она стала положительной, а положительной отрицательной. Продолжим рассматривать инструменты в режиме создания ландшафта. Селект позволяет выделить сегмент или сегменты. И теперь в их настройках в окне Details мы можем менять их параметры. Например, сдвигать или разворачивать. Менять их масштаб. Или поменять материал конкретного сегмента, компонента. Снятие выделения – это повторное нажатие на выделенный компонент. Или кнопка Clear Component Selection снимает все выделения. В Brush Size мы выбираем размер выделяемых за раз сегментов в ширину и длину. Дальше инструмент Ad добавляет сегмент. Можно просто, зажав левую кнопку мыши, тянуть и расширять размер ландшафта в дальнейшем, если появится такая необходимость. И сегменты будут устанавливаться рядом с другим. Delete удаляет сегмент, по которому вы кликните и тот, что выделен. Можно также, зажав левую клавишу мыши, просто провести по нужным компонентам. Move to Level позволяет перемещать необходимые компоненты между двумя ландшафтами, находящихся, так сказать, на разных уровнях, левелах. Это уже относится к левел стримингу, который мы будем разбирать в последующих уроках про ландшафт. Но в двух словах, мы можем подгружать к текущему уровню другие уровни, по мере необходимости. Например, по мере приближения к краю ландшафта, подгрузится следующий ландшафт. Но, как видите, это не работает на перемещение сегментов между первым и вторым ландшафтом на этом уровне. Change Component Size меняет размер компонента. Давайте для наглядности я сделаю масштаб нашего первого ландшафта. Стандартный это 100. Подвиняю его над вторым ландшафтом, перейдя в режим Place. Поменяю параметр Section Size на самый минимальный 7 на 7 и нажму применить. Заметьте, его размер не уменьшился. Но изменилась топология. Посмотрите, как ведет себя сетка при приближении. Она начинает детализоваться только на близком расстоянии. То есть полигоны делятся на более мелкие полигоны. И при удалении маленькие полигоны, оптимизируются в один большой. Разницу будет более понятно, если поставить два ландшафта рядом. Я создал два новых ландшафта с абсолютно одинаковым рельефом, который я продублировал. Слева стандартный ландшафт. Это 63 на 63. А справа тот, что мы уменьшили. 7 на 7. Причем это две абсолютно одинаковые горы. Теперь увеличение детализации ландшафта справа отчетливо видно только при близком приближении. То есть, чтобы ландшафт тот, что слева, начал детализироваться, разбиваться на более маленькие полигоны. К нему не надо приближаться так близко, нежели как к ландшафту тот, что справа. 7 на 7. Именно так и устроена система лот у ландшафта. Как видите, в первом ландшафте, где размер 63 на 63, такое заметно только на большом расстоянии. По сути, ландшафт справа 7 на 7 должен быть менее требовательный, нежели тот, что слева 63 на 63, так как детализируется только на более близком расстоянии. Но на деле это не так. Давайте это проверим, замерив частоту кадра в секунду. Причем, там где ландшафт 7 на 7, заметно проседает фпс. Получается, мы настраиваем уровни лот для ландшафта. Также мы можем увеличить детализацию. И теперь ландшафт будет продолжать удерживать свою максимальную детализацию при отдалении. Как видите, по факту, разницы в количестве полигонов нет. Теперь давайте посмотрим, как это отразится на фпс. Как видите, разницы нет. Но, как вы понимаете, на большом расстоянии это может сыграть немаловажную роль, так как камера начинает охватывать большое количество деталей. Ниже идет алгоритм изменения размера. Expand – это расширение, то есть увеличение ландшафта. Clip – это обрезать, то есть уменьшить ландшафт. Resample – это обновить текущий образец. И последний инструмент. Edit Splines. Позволяет создавать различные сплайны на ландшафте. Например, дороги, рельсы или реки. Переключить на другой ландшафт. Сплайн состоит из точек. Чтобы создать первую точку, необходимо зажать Ctrl и щелкнуть в нужной области левой клавишей мыши. Теперь снова зажимаю Ctrl и устанавливаю точки в нужных местах. И теперь с помощью инструментов Transform во вьюпорте мы можем редактировать точки как нам угодно. Перемещать. Разворачивать. И масштабировать плавность перехода. Сплайн состоит из точек и сегментов. Теперь в настройках сплайна мы можем выделить все его точки или все его сегменты. Также индивидуально мы можем настраивать точку или сегмент. Например, задать меши для сегмента сплайна. Это 3D модели, из которых он будет состоять. Можем задать большое количество этих мешей. И они будут располагаться вдоль сплайна. Например, у точки можем поменять ее ширину. И теперь в Tool Settings опция Deform Landscape to Splines подстраивает ландшафт под ваш сплайн. Only Selected это под конкретно выбранный сегмент. Он как вдавливает, так и выдавливает ландшафт. В зависимости от расположения сплайна. И All Splines подстраивает ландшафт на протяжении всего сплайна. Если мы хотим соединить два сплайна, выбираем первую точку. Зажимаем Ctrl и вторую. Теперь это единый сплайн. Опция Use Auto Rotate Control Point автоматически разворачивает в нужном направлении сплайн при развороте. И еще, помимо ручного редактирования ландшафта, есть возможность создавать ландшафт с помощью карт высот. Просто загружая изображение в формате PNG. Вот, я подготовил три картинки формата PNG с различным разрешением. Здесь идет градация по цветам, от черного к белому. Каждый пиксель на этом изображении, это высота вертекса у ландшафта. Там, где пиксели темнее, соответственно, уровень ландшафта ниже, по координате Z, то есть по высоте. А там, где светлее, там выше. Единственное, что нельзя с помощью этих карт создать пещеру. Но это можно сделать уже вручную. Давайте создадим новый ландшафт с помощью карты высоты. Здесь во вкладке New Landscape можно выбрать вариант создания ландшафта. Create New это тот, что мы создавали вручную. То есть изначально это просто плоский ландшафт, который вы редактируете в дальнейшем. Я выберу Import from File и в High Map File выберу файл. Формат JPEG он не воспринимает, поэтому я возьму PNG. Ниже точно так же можно выбрать материал и настроить размер. Жму Import. Ландшафт получился довольно-таки выпуклый. Но это легко можно исправить. Перейду в режим Place, щелкну по ландшафту. И в его настройках панель Details. Видим, что у него масштаб 100. Убедимся, что замочек открыт. Это позволит отредактировать конкретную координату. То есть если бы он был закрыт, то при редактировании любой из этих осей, это бы отразилось на остальных. То есть было бы равномерно. И поставлю 10. Теперь это выглядит более презентабельно. И его по-прежнему так же можно обрабатывать. Давайте посмотрим, как выглядят другие карты рельефа. Удалю старый, чтобы загрузить новый. Просто перейду в режим Place, выделю ландшафт во вьюпорте и нажму клавишу Delete. Там, где черные пиксели по краям, там 0. А где белые, там самая верхняя точка. И при масштабе 10, по координате Z, это выглядит вот так. Теперь давайте замерим высоту ландшафта в ортографической проекции с помощью линейки. Высота 500 юнитов. Это при масштабе 1 к 1, по координате Z. То есть получается черный пиксель. Это 0, а белый 500. Высота составляет 500 юнитов. И теперь давайте ради любопытства посмотрим на что-то более интересное. Меняем масштаб. Тут даже выдавились буквы, которые были на изображении снизу. Видите, рельеф вдавился, но при этом шейдеры, которые были на нем, остались старые. То есть тени, которые были запечены под большим углом, так и остались лежать на поверхности. Давайте применим другой материал к этому ландшафту и посмотрим, как это выглядит. Теперь, если пройтись любым инструментом скульптинга, то шейдеры рельефа обновятся. Возьму стандартный инструмент Sculpt. И максимальный размер кисти 8000. Это такой, конечно, топорный способ, но тем не менее шейдеры изменились. Ну и в рамках любопытства давайте попробуем вот такую картину с таким же материалом золота. Вот, что тогда получилось. Теперь покажу, как правильно сглаживать. Выбираю инструмент Smooth. Беру максимальный размер кисти. И аккуратно это все затираю. Тут главное не переусердствовать. И в режиме Sculpt, в самом низу, находится вкладка Layers, Слои. И здесь Height Map. Это слои карт высот. Тут их может присутствовать разное количество. Если щелкнуть правой мышкой по карте высот, то мы можем экспортировать свой созданный ландшафт, точнее его карту высот, в виде изображения. Вот был исходник. А это тот, что мы экспортировали. Он слегка замутнен после обработки. Теперь мы можем сделать реимпорт. Или импортировать новую карту высот. Тут появляются уведомления о разности разрешения карт высот. А на этом все. Мы ознакомились с тем, как создавать ландшафт в режиме Manage. И затронули его инструменты. Теперь можем переходить к следующему уроку, где мы будем разбирать режим Sculpt.